Сегодня опять-таки в сети была информация о том, что был удар по ПВО в Белгородской области, на видео было повреждение ЗРК С-3400 на территории Белгородской области и удар, предварительно сообщается, что удар был с использованием хаймерсов. Судя по точности и судя по размеру разрушений, которые там видно, то это был именно хаймерс. Вот то, что уничтожили это С-300, С-400 в Белгородской области, говорит ли это о том, что, во-первых, это уже использовано, разрешение бить по объектам военным на территории Российской Федерации, плюс вот это С-300, С-400, это ПВО или это еще та штука, которая просто кошмарит Харьков, одна из этих штук? А ей все равно, пусковой ей все равно. Главное, какую команду ей дают. Если команду кошмарить, она кошмарит, она просто летит, ничего не сбивает на своем пути, но цель и указание ей дается. Цель и указание дается из командного комплекса. Проблема в чем? Что если даже мы поставим возле Харькова два Патриота, три Патриота, то ракет Патриот будет достаточное количество, чтобы сбивать вот эти вот С-300. Потому что их там, ну, возьмем самую низкую оценку, там, три тысячи этих ракет. Ракета С-300 стоит там 300-400 тысяч долларов, ну, 500 там какие-то последние модификации. И эти ракеты, каждая из этих ракет должна сбиваться, ну, по правилам, хотя бы минимум двумя противоракетами Патриота. А эта противоракета стоит 3 миллиона, то есть против, скажем, там, 500 тысяч стоит 6 миллионов этой ракеты, этих двух ракет Патриота. Но даже если говорить так, деньги не имеют значения, то просто такого количества ракет Патриот, которые там было в два раза больше, чем ракет С-300, их просто не существует в мире. Они не произведены, их такого количества просто нет. Хорошо, но тогда то, что уничтожаются, например, эти С-300 хаймерсами на территории Белгородской области, получается, это правильная тактика? Это тот процесс, который нам нужен. Нам надо эти ракеты, нам надо С-300 уничтожать места складирования, места пуска, места производства. Вот все эти места надо уничтожать, потому что с таким количеством ракет, бороться с ракетами Патриот, но дело совершенно в тупиковый путь развития. Смотрите, насколько, давайте напомним нашим зрителям, насколько хаймерсы могут доставать эти объекты уже на территории Российской Федерации, то есть начали с Белгородской области, да? Насколько я понимаю, насколько могут доставать хаймерсы, и что тогда действительно ли мы можем уничтожать С-300 в Белгородской области, обезопасить Харьков? Дальность удара хаймерсов – это где-то 80-85 километров. Вопрос состоит в том, что мы не можем же их подогнать прямо к границе или к линии разграничения. Громадное количество разведчиков БПЛА летает. И это, кстати, в любом случае будет проблема для любой системы ПВО, потому что Патриот, это вообще-то, она хоть и называется мобильная система, но она, скажем так, условно мобильная, для того, чтобы развернуть Патриот, надо все равно какое-то время, для того, чтобы его свернуть, тоже нужно время. И за это время их успевает обнаружить БПЛА, успевает их ударить. Точно так же, как это уже у нас было, когда разбили пусковые Патриота и хаймерса. Уже эта история была. Причем это было достаточно далеко от линии фронта, это было там более 50 километров. Так, хорошо. Мы не просто... Ой, извините. Простите, на украинский, да, чисто автоматично. Мне просто интересно вот эти разрешения бить по объектам военным Российской Федерации, да, насколько они защитят, смогут обезопасить, да, такие города, как Херсон, такие города, как Харьков, да, фронтовую линию и так далее. Ну, к Херсону это вообще там как бы никакого... Ну, там не метод, а там все наша территория, простите. Да, наша территория, там единственное, что если там появляется Патриот, то Патриот с высоты, он будет еще дальше видеть всю обстановку, которая там на левобережье, это как бы хорошо. То есть Патриот в Херсоне, да, это хорошо, Патриот в Харькове не очень. Да, Патриот в Харькове очень близко, получается, у нас очень близко находится линия границы, линия боевого там, линия фронта, и он находится... Ну, дальность удара, дальность пуска ракеты с Патриота для крылатых ракет для аэродинамических целей, то есть для самолетов, это до 160 километров. Полагать его ближе, чем 50-60 километров, как бы очень, ну, опасно. Даже если там немножко дальше, все равно это будет опасно. А для того, чтобы бросать бомбы или для того, чтобы там сбивать эти ракеты, ну, как бы дистанции уже не хватает. То есть бомбардировщики Су-34 еще можно сбивать, да, но при наличии там Патриотов они будут как-то эти зоны облетать. Вот они сейчас уже, я ехал в машине, уже слышал сообщение о том, что уже по Сумщине они перенесли активность ударов уже Черниговскую область, там пытаются что-то там дебоширить. Ну, то есть россияны от этого не откажутся. Здесь вот сейчас началась эта программа по получению Украины разрешения на использование западных вооружений. Это только, я думаю, первые шаги. Ну, и Блинкен же об этом говорил, о том, что мы будем расширять эти зоны. Это первые шаги. Дальше это будет все только усиливаться, потому что, ну, наши партнеры, они же как воюют. Они воюют, с одной стороны, они варят жабу, с другой стороны, они нас полностью поддерживают. Но не до конца. Ну, вот как-то вот. Но этот процесс, главное, что есть тренд. Есть тренд, то, что мы переносим боевые действия на территорию России, то, что мы по России бьем уже не только нашими БПЛА, а уже и хаймерсами, и уже работает артиллерия. По артиллерии нет ограничений. И я представляю себе, как арчер выбирает себе цель, и очень точно ее там укладывают, снаряд туда, куда надо. Потому что для точного поражения, для поражения надо, чтобы была точность, потому что если нет точности, тогда есть большие объемы. Вот как россияне работают КАБом, это большой объем взрывчатки, но он не точный. Субтитры создавал DimaTorzok